привет меня зовут иван и сегодня мы с вами поговорим о раменках раменки это наш прекрасный район микрорайон в котором я живу вырос живу здесь я очень давно с трех лет посещал вот этот детский садик и в общем то это мой родной район цель этого видео какова я хочу показать вам интересные места нашего района достопримечательности те которых вы возможно не знали может даже если вы здесь живете то вам будет интересно где же здесь можно еще побывать чего интересного увидеть посмотреть мы начнем наш путь от метро равенки и потом будем продолжать его по разным интересным объектам о каждом из которых я буду говорить несколько слов все что я скажу это мое личное мнение на истину я не претендую ни с кем не спорю могу ошибаться но так или иначе будет интересно поехали так мы начинаем наш путь вот метро раме станции метро раме была открыта в марте года до этого времени у нас здесь не было никакого метро и мы использовали метро университет или проспект вернадского рядом с метро у нас интересный первый объект это чайхана на 1 и теперь у нас здесь еврос пар супермаркет раньше на первом этаже здесь моем детстве был магазин диета а на втором был хозяйственный магазин и вход был здесь вот сбоку а на другой стороне вот там вот деревьях виден торговый центр тиара который мы посмотрим в конце нашего видео ну и вот здесь можно наблюдать наш известный болгарский дом якобы его строили болгары это не точно но сейчас я пойду вот на эту стоянку самокатов без чё-то маловато и попробую взять самокат для того чтобы проехаться по остальным объектам и так берем самокат в уж яндекс чё-то я не нашел ну что поехали к пруду да пару слов по чайхану это чайхана номер один была самой первой в москве и она старейшая полностью переделали фасад этого здания и сделаем наверху даже веранду я засекаю на часах тренировку типа велосипед это конечно не очень не очень честно ехать я буду не на велосипеде но все равно прикольно чтобы узнать как по карте где мы были поехали итак наш пруд в раменках пруд на мичуринском тот который называется именно прудом на мичуринском который находится рядом с домами номер 40 42 46 этот пруд на самом деле имеет очень давнюю историю он обозначен даже на картах очень древних можно сказать что неизвестно сколько ему лет на самом деле реально раньше этот пруд была здесь такая вот бетонная набережная с перилами я помню мы здесь школьниками ловили рыбу не так давно этот пруд реконструировали убрали эту набережную сделали такие вот отсыпи туда же камушки были в общем то но очень сильно обмерел сейчас пруд и якобы здесь даже ручей протекает через него в реку раменку но мне кажется что это не точно что-то не совсем правда очень много уток у нас на пруду иногда этот пруд называют пруд с утками на мичуринском всего прудов нашем районе 3 насколько я знаю один на улице улов и пальмы и еще круглый пруд рядом с китайским посольством который мы сегодня увидим на улице дружбы на наш пруд вот такой вот он давайте сейчас вокруг пруда проедем а и как видим рыбаки у нас тоже есть так выглядит наш труд тут на самом деле если бы так много не оставляли грязи то был бы все-таки круче а пути привет вам пути у трюки ну что жал там вдали завершаются башни нового комплекса жилого комплекса небо давайте подъедем поближе посмотрим как он выглядит вблизи известно что район равенки один из самых развивающихся и самых строящихся районов и в то же время один из самых престижных вот за мной виден комплекс жилой комплекс небо три башни говорят что они сделаны так что в одной из них однокомнатные квартиры в другой двухкомнатный третий трехкомнатный но это не точно надо узнавать но выглядит все достаточно величественно так не правда ли ну давайте теперь двинем в сторону массу русской нельзя не отметить что у нас есть такой прекрасный замечательный овраг где последние дома по венецкой 15-21 дом можно спуститься дальше вот здесь вот в сторону матвеевского когда-то здесь делали прекрасную лестницу деревянную она уже приходит потихонечку в негодность вообще говоря здесь отличный вид и внизу если спуститься протекает река раменка а на той стороне у нас видно здесь вот эти вот циклисты ездят задолбали здесь вот вид на жк мосфильмовский так вот здесь вот райончик там внизу даже есть беседки ну я думаю что там не очень чисто но в принципе прогуляться можно вот люди собаками вот почему вас собаки без поводков и намордников или даже с поводками но без намордников невозможно пройти бывает ну конечно что говорят он у нас не кусается это последний что сказал хозяин перед тем как его собака кого-то укусила да я говорил что наш район является самым строящимся здесь постоянно идет строительство вот не так давно здесь снесли не ему строй по адресу улицы венецкая дом 2 теперь здесь растет вот такой вот комплекс жилой и наверное и офисные тоже а за ним вот виден жк мосфильмовский жилой комплекс довольно таки престижный такой красивый стоит прямо на краю оврага раньше здесь вот улица венецкая заканчивалась и проезда дальше не было но теперь он есть и можно проехать насквозь до улицы мосфильмовской вполне себе беспрепятственно но вот жилой комплекс мосфильмовский не знаю что я так много ему времени уделяю просто красивые дома и все там есть с краю у нас фитнес-центр xfit а эти дома уже по улице столетого стоят вот эти сейчас мы поедем мимо них потом направо вернемся на мещинский проспект мы находимся в районе новых домов по мосфильмовской улице в районе 53 дома здесь вот видно жк мосфильмовский и сзади опять снова идет строительство мега строительство огромных домов где-то в районе поймы где-то в районе рядом с матвеевским вот так вот строящийся район а дальше туда идет улица мосфильмовская мы находимся в сердце равенок на мичуринском проспекте за моей спиной несколько ресторанчиков там дальше метро равенки а с другой стороны метро мичуринский проспект и площадь индиругандии куда мы сейчас направляемся это вот известный жилой комплекс шуваловский какой красивый в стиле университетских домов постройки красивые и очень дорогие и престижные а вот этих домов тоже не было раньше мы когда жили здесь в нашем детстве здесь были сплошные пустыри и какие-то фруктовые сзади едем вдоль мичуринского проспекта следующей цели нашего путешествия кости индира ганди ну что ж мы находимся еще на одной точке значимой точки района раменки на площади индира ганди около метро мичуринский проспект вот новая станция метро открыта примерно тогда же когда метро равенки чуть попозже вот памятник индире ганди немного разрисован площадь названа в его ее честь раньше она никак не называлась здесь имеется гостиница университетская это еще один символ равенок это гостиница в основном принимает паломников потому что рядом с ней на месте кинотеатра литва за моей спиной находится паломнический центр ну и нельзя не фотографирует себя около вот этой вывески я люблю раменьки видно видно эта площадь недавно была реконструирована и благоустроена теперь здесь новенький асфальт новенькие бордюры дорожки переходы все в общем должно быть как-то удобно ну мне так не кажется но это мое личное мнение опять же площадь немножечко сделали более узкой более трудной для автомобилей и вот есть велосипедная дорожка которая в итоге потом ведет в никуда как мы знаем и приходит ниоткуда вот так или иначе она сделана классно она ведет прямо оттуда что давайте двинем теперь круглому пруду да вот это вот здание кинотеатра литва вот отсюда мы раньше выходили после сеансов а теперь это паломнический центр вот он видите такие кресты сделаны будем переходить но только не на красный улица дружба господа тихая спокойная прекрасная улица на краю у нее парк на улице дружбы так называется парк на улице дружбы не знаю по крайней мере я название такое помню того дальше китайское посольство здесь на краю есть неплохая кофейня мы о нигде когда-то рассказывали и в середине этого парка есть круглый пруд которому сейчас и двинемся через такие вот замечательные дорожки внутри парка вообще в этом парке тишина и покой и прекрасно гулять в любую погоду особенно в жарку конечно вы сами видите как здесь здорово заросли разнообразные такие заросли которые собственно говоря похожи на бендрари а вот новые скамеечки поставили сейчас мы с вами проедем по вот этой вот дорожки которая асфальтированная а так здесь полно всяких тропинок и не только асфальтированных но и разных новые скамеечки разного формата что-то вот пасмурно стало не пойдет ли дождик не хотелось бы едем к пруду уже почти приехали многие гуляют с собаками с детьми с плёсками как и положено для парка погода у нас уже почти осенние уже листочки падают всякие желтые ну в общем то природа берет свое погода с ним прекрасно я считаю так вот мы приехали к пруду вот такой вот он видите круглый круглый пруд на мичуринском называется он тоже был реконструирован когда-то а когда-то еще очень очень давно все вот эти асфальтовые дорожки они были красными такими гравийными и сюда даже заезжали машины в каком-то художественном фильме советском каком фильме напишите в комментариях в каком фильме а пока кстати поставьте лайк не забудьте смотрим на пруд здесь тоже утки здесь домики для уток утки спят утки спите есть какие-то рыбаки ну и естественно павильон здоровая москва куда же без него то но теперь двинем в сторону ботанического сада вообще конечно вот так вот ехать и снимать это не фонтан одной рукой держать камеру другой самокат очень опасно не повторять выезжаем на проспект мы как раз выехали туда куда надо нельзя не упомянуть что одним из одной из достопримечательностей равенок является ботанический сад мгу мы стоим рядом с плакатом который показывает где вход него сейчас вот сверху будет ссылочка вот здесь вот где видео про ботанический сад который мы снимали когда его посещали с экскурсией я просто вам хочу в этом видео показать где находится вход него здесь вот территория внутренняя территория мгу на улице академика хохлова это очень классная территория для прогулок и катания на чем-либо потому что здесь тихо спокойно и никого нет и как вы видите там вот уже кто-то катается поехали покажу территорию видите широкие дороги заасфальтированный никого нет машины очень редкие прохожие тоже здесь вот слева есть метеостанция прикольная лаборатория ну в общем это территория кампус мгу здесь много разнообразных всяких зданий а вот за забором ботанический сад мгу пройти туда можно по билетам с экскурсии так как без экскурсии для самостоятельного осмотра рекомендуется к посещении вот он вход в ботанический сад здесь вот очень все красиво очень все хорошо и просто можно купить билет здесь вот есть доска где написано что как недавно мы здесь были очень классно очень советую так мы фигачим по мичуринскому слева у нас парк на улице дружбы справа у нас комплекс здания мгу вот мы едем на самокате несемся вот еще слева видны старейшие яблони им на самом деле лет 40 я помню здесь еще когда маленький был мы собирали с них яблоки они до сих пор еще плодоносят вот видите то постепенно они отживают эти яблони здесь нельзя быстро ехать ну и ладно вот отживают эти яблони но по-прежнему еще пока у них яблочки на них висят подъезжаем к перекрестку от которой я попробую поехать через лес через зеленые насаждения такую зеленую зону около мгу который приведет нас смотровой площадке познали на перекрестке с университетским проспектом есть такой прекрасный замечательный красивый дом и богу не знает что за дом похоже просто жилой дом такой элитный так мы въезжаем в лес будем ехать осторожно здесь отличный лес с отличными тропинками скамеечками просто шикарное место для прогулок здесь получше дорожка едем ровно так мы выезжаем из леса прежде чем поехать на смотровую я хочу показать вам как здесь здорово принципе кататься на чем-либо и гулять какие тут просторы около университета здание мгу является также одной из точек достопримечательностей раменок находится на территории раменок и здесь создана особая такая зона где много пешеходных маршрутов и для катания для велосипедов самокатов тоже все доступно здесь по раньше цвели пионы когда был чемпионат мира по футболу все пионы повырубали и сделали здесь фан-зона фан-зона была очень крутая мы здесь были было очень здорово очень классно вот давайте что ли доедем до мгу а потом уже обвинем на смотровую как раз у нас светофор зеленый да я хочу сказать что я конечно не на велосипеде а на самокате но это исключительно из-за необходимости съемок вообще говоря конечно здесь для великов просто рай посмотрите я еду какая здесь дорога как это все выглядит какой вид на само здание все катаются на роликах если у вас есть велосипед обязательно приезжайте покататься здесь можно разогнаться покрутиться в общем-то никому не мешая сейчас подъедем главному входу это главный вход в мгу называется главное здание главный вход с другой стороны омгу клубная часть называется то есть там где дк мгу здесь такие шикарные просторы от стритрейсеров все огородили теперь и не разгонишь и здесь не погоняешь ну разве что когда проводятся специальные гонки вот видите люди на великов молодцы я тоже здесь на великах катался на велике вот оно главное здание с колоннами очень красиво ну а теперь не снижая скорости как говорится поедем на смотровую здесь у чем не нравится можно правил не соблюдать просто поперек едешь или по встречке и все но прикольно же мы поедем по велосипедной дорожке она здесь обозначена не знаю правда никого да вот пожалуй покажу еще фонтан вот в этих самых фонтанах в этом фонтане ваш погорная слуга купался на выпускной школьной прям купался ну здесь было мелко на самом деле здесь мелко я здесь что-то ремонтировали в общем купаться здесь можно вполне залезть себе в воду вылезти причем тогда еще ваш покорный слуга еще не употреблял алкоголь сейчас уже не употребляет тогда еще здесь есть памятники и вот такие прекрасные кувшинки фонтаны виде кувшины подойдем поближе здесь есть также еще и утки вот одна одинокая утка залетела такие вот фонтаны в виде лягушек с коронами желтыми прикольно ну и вид на здание жалко что сегодня солнце с той стороны не так красиво и так вот мы едем по аллее который ведет нас смотровой площадке и тут я понял что мы не заехали с вами на улице улафа пальмы к тому пруду к другому как говорится к третьему ну наверное придется оставить это уже на следующий раз потому что маршрут нашего менять не будем есть такая прекрасная широкая аллея уже листики осенние валяются лежат и никого нет я всегда здесь иду или еду чтобы не идти в толпе которая обычно идет там вот слева приближаемся смотровой площадке на воробьевых горах итак мы на моем любимом месте на смотровой площадке на воробьевых горах это место силы как я себе всегда говорю здесь очень красиво очень просторно здесь есть то что посмотреть вот трамплин строится здесь вид на москва сити москва вообще здесь много классного всего можно мороженую поесть и кофе попить в общем всего можно есть сегодня много туристов попробуем подойти к краю чтобы тоже на что-то посмотреть вы составили представление кстати сегодня пахнет здесь дымом из-за пожаров да нам повезло осталось местечко давайте немного пройдем вдоль смотровой сегодня дымка из-за пожаров и самом деле небо очистил вечер обещает быть хорошим вот такие вот сюда приезжают бывают лимузины это по моему максимальной длины которые из тех которые я видел ну и обычно здесь стоит гибдд непонятно кого штрафует понятно зачем стоит какие-то ограждения планировались видимо хотели кого-то в чем-то ограничивать там дальше есть станция воробьевы горы канатной дороги можно прокатиться на ней а можно по тропинкам спуститься здесь вниз на набережную погулять и дойти до андреевского моста там дальше андреевский монастырь есть здесь восстанавливают троплин трамплины здесь раньше был трамплин большой и маленький но маленький прям вот здесь вот начинался а теперь строят новые и прям строительство идет полным ходом но пока еще не закончилось вот ресторан есть и кафе и что же такая вот смотровая площадка до которой мы так долго ехали а теперь мы двинем в сторону метро университет сейчас по улице косыгина прям будем ехать еще чуть-чуть поснимаем здесь красоты и дальше к метро университет вы возвращаться в наши раменки так сказать обратно в наш район нашего пребывания проживания да вот та самая канатная дорога здесь объект достопримечательности очередь сегодня небольшая вполне можно проехаться а мы сейчас поедем прямо по улице косыгина до самого комсомольского в стройном ряду других самокатчиков здесь нельзя быстро ехать а мы как бы не стремимся к этому вид наложники проезжая здесь видим скоро листочки опадут и будет хорошо видно вообще все плитка здесь оставляет желать лучшего то она какая-то покрашенная то она какая-то выщербленная в общем фигня плитку надо всю поменять где наш доблестный мэр заряжайте сменщиков плитки я пока поменяю батарею ну что батареи поменял что могу сказать ну просто красота погодка распогодилась кайф неземной господа советую вам гулять побольше и не на всяких там самокатах ездить как я сегодня а ходить пешком ну а пока едем так друзья мы на границе раменок почему потому что мы стоим прямо на проспекте вернадского которые потом там дальше переходят в комсомольский проспект это есть граница нашего микрорайона с этой вот стороны вот проспект вернадского там дальше будет комсомольский здесь вот у нас рядом дворец пионеров посмотрим что это у нас за мост вид с моста совершенно шикарный видно прям до самого храма христа спасителя приезжайте постоять на этом мосту многие вот так и делают сейчас вот куда вот поедем в сторону метро университет здесь тоже один из моих любимых пеших велосипедных маршрутов потому что здесь очень мало кто ходит или ездит и при этом такая на вороне нормальная горочка то есть можно потренировать свои ноги если ты на велике или пешком но если что плохо то что здесь мешает шум проезжающего транспорта но мы сегодня бесшумный транспорт ну что ж пока мы ждем этого длиннющего светофора можно сказать что это за перекресток это перекресток университетского проспекта и проспекта вернадского здесь находится дворец пионеров который не знаю функционирует сейчас наверно так или иначе и дальше находится там вот парк который рядом с цирком московскому это уже не раменки раменки вот с этой стороны где прекрасный бульвар зарослями университетский проспект а мы держим путь дальше туда прямо к метро университет прикольный трецикл редко таких встреч а вот как надо ездить господа гаишники прям по тротуару да кстати вот на этом перекрестке показывает свои фокусы фокусник цирковой артист его здесь часто вижу не знаю снимал ли его кто-нибудь когда-нибудь попробую доноску это самый обычный кубик вы можете проверить он обычный ага потрогать ну да обычно да смотрите сверху сколько говорит пять шесть ну там не пять там один ух ты давайте еще раз я сейчас научу этого трюка 4 2 я не буду крутить выйти сами но там не 4 там 5 смотри как выглядит этот трюк кубик всегда устроен одинаково две противоположные стороны в сумме дают семерку всегда дают семерку 4 значит 3 внизу 7 5 значит 2 внизу 7 один сколько внизу будет 6 право там если вот так если вот с вашей позиции встать вот так чтобы не зеркально было такой вот так возьмите а вот так на ребро этого пальца вот так повернуть вот так один оборот сделайте 2 вот так там 6 0 1 там 6 но если взять вот так вот так а быстро где коп там 5 ясно за песни так ну в 1 оборот делаете чтобы акцент был вот на этот оборот чтобы у зритель понял что вы один оборот белка следила так вот так 2 оборота продана а вот так вот раз и раскачете один оба помню понял поп поп но там два да там два сеть все нервы снимает можно выложить или не подождите вы просто не посмотрите вот я вам сейчас скажу вот начнем нет просто делать то что наберите все потом посмотреть свои эти ролики наберите 10 лет на перекрестке хотя бы один из пасы да не мне это мне это все это это понимаете я просто не был район снимать я понимаю мне не мне не жалко можете снимать просто смотрите вы сейчас там увидите будете одни накладки 10 лет на перекрест вот смотрите вот этот ролик посмотрите как дети откуда этот научитесь зажигалкой стирать стрихот и снова приклеить 1 секунду на самом деле там же были старые одиннадцатый год 12-13 телевидение показывал кино снимался газеты и поэтому вот вам так видно да не нужно и подойдет водительское удостоверение место действия впрочем от цирка недалеко перекресток проспектов вернадского и университетского чуть ли не каждый день автомобилистов здесь развлекают номерами оригинального жанра и наверное это единственное место в москве где водители не против чтобы светофор не переключался подольше его путь к столичной славе номер четыре туда приходит электричка дверь москва борис савчин при зимой летом ездит из поселка в тверской области три часа в один конец траву до этой травы у меня получился скандал с одной она на меня пожаловать меня недавно отвозили участок с автоматами и присудили 500 рублей в общем это мелкое хулиганство пристают люди из конца требует денег ноги с испугу дают я говорю майор вот сейчас сидим дать пока только пришло сообщение которые просто в восторге и переводит деньги крупные деньги переводят это я наверно с испугу они не дают пока я там у вас в участке разбираем теперь мы все поняли да вот эта вещь уходит до конца ладно ладно давайте я вам я покажу спасибо я уже поеду мне снимать давайте я вам это тогда маленький тост на дорогу покажите да у вас тоже в любой ситуации давайте вечерело три странника постучали крайне избу деревни вышел хозяин кто такие чё надо мой трипутника здоровья любовь богатство пустите бренчевая для мало места я пойду советовать давайте здоровье пустит здоровье никого жена надо богатство пустить мы в достатке нежели а дочь молодая красивая давайте любовь без любви вообще никакой жизни спорили время шло а вот когда вышел хозяин на крючок странники не дождались за то что в наших домах место всегда хватало сразу для всех и для богатства и для любви и для здоровья хороший да отлично здорово спасибо вам большое мне мне не жалко но понимаете когда будет накладка повторять что-то надо я просто помню вас я без кого раз проезжал вот такая встреча с фокусником очень общительный оказался позитивный человек не могу сказать что что-то плохое я испытал какие-то эмоции немножечко навязчиво конечно но ладно так вот он живет классно едем дальше неожиданная встреча неожиданно вообще неожиданный поворот сюжета можно даже как отдельный ролик выпустить не знаю подумать приезжаем мимо цирка московского государственного цирка на ленинских горах на воробьевых горах теперь раньше было на ленинских строк говорят объект находится вне раменок потому что на той стороне уже у нас другой район академический кажется или что-то такое но мы привыкли что когда мы живем в раменках цирка как-то вроде как наше место вот мы подъезжаем к площади который называется как как-то называется площадь раджи ваганди что ли я забыл как называется это наша площадь потому что в наше время это площадь никак не называлась в общем это собственно говоря та сам площадь метро университет вот выход из метро университета один выход вот другой выход вот там трамвайное депо здесь тоже все облагородили все довольно таки красиво и хорошо выглядит вот это новая жека как же называется доминиан что ли это места моего детства которые на самом деле выглядит неплохо здесь за забором находится институт научно-институт ядерной физики не яв где работал мой отец давайте будем спускаться в подземный переход чтобы перейти на ту сторону и ехать дальше в сторону метро проспект вернадского куда же без подземных переходов и переходных подземных музыкантов никуда кто-то пиликает на скрипке похоже даже по-настоящему торговцы прям как в 90 ох 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 поднимаемся вот хороший здесь пандус человеческий я уж не знаю как здесь инвалидные коляски проезжают но он довольно пологий и даже можно развернуться не слезая но я вот слезу поднимаемся вот что-то сделано по уму даже странно еще раз покажу вам площадь метро университет выходы ничья никак не изменились все палатки рынке убрали которые здесь были в 90 и остался только вот этот уродливый торговый центр где мы сегодня были смотрели обувь ну и вот то здание ресторанов где когда-то была пивная 01 опять она закрыта опять там что-то будут делать новые вот когда у тебя porsche тебе все равно что ты перегораживаешь людям дорогу правда нельзя заехать непонятно куда он хочет заехать мы едем по вот этой велосипедной дорожке которая размечена и да и раньше даже она была закрашена какой-то краской но здесь вот люди очень любят ходить по ней пешком дорожки велосипедные нужно отгораживать бордюром чтобы человек не мог туда зайти или понимал что он заходит на какой-то запретной территории для него тогда будет эффект эффективно мы сейчас находимся на пути к торговому центру капитолий скоро он будет виден вот люди выходят на велосипедную дорожку вообще даже не смотрят ни на право ни на лево вот наш торговый центр капитолий классный мы сюда часто ходим потому что здесь максимальный набор магазинов сейчас конечно меньше сервинге торгового центра и жк доминион который рядом с ним красиво красиво но теперь поехали дальше я нашел третью точку опоры это мой живот главное чтобы не сильно не сильно трясло следующая остановка проспект вернадского мы сейчас находимся на точке которая относительно новая для нашего района перегресток вот с этим новым проездом не знаю забыл как называть то ли проезд светланово то ли может быть даже даже равенский бульвар и тут опять новостройки 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 видны будут есть эти вот башни здания на проспекте вернадского принадлежат каким-то нашим доблестным внутренним службам службы безопасности скорее всего так смотрим смотрим на меня осторожно проносится так сказать мотоциклисты нет самокатисты как назвать вот этих которые на самокатах самокатчики самокатисты самокатеры у меня прям творчество так и прет из меня сегодня так мы подъехали к площади метро проспект вернадского она знаменита тем что вот здесь вот есть этот бездарный комплекс обувь сити есть какой-то китайский какая-то компания где они живут или чего работают не знаю на той стороне непонятный офисный центр торговый и детский мир а впереди у нас видно современное здание какое-то не так давно построенное ну и мне интересно что же там сейчас на месте кинотеатра звездный который снести должны были вот здесь кстати проход к парку мы сюда еще вернемся вот эта гостиница не помню как называется интуристовская а вот есть и звездный который не снесли но он не функционирует вместо встречи а что значит вместо встречи если он никакой может быть его реконструировали вообще выглядит он так же как и был только другого цвета он был какой-то синий зеленый мне кажется раньше в наши времена когда мы сюда ходили здесь показывали фильмы которые еще в прокате нигде не шли так площадь у метро проспект вернадского я совершенно не узнаю так же наверное не узнает эту площадь те кто здесь давно не был или мои одноклассники которые уже не живут в нашей стране кати привет также привет всем кто меня смотрит из одноклассников кто остался в нашей стране или уехал в общем ребята здесь все переделали вон снесли дома видите старые которые здесь были жилые дома целом площадь очень похожа на то что было вот с ней электроника где моя мама работала он остался здесь место встречи звездный что это значит непонятно давайте поближе подъедем посмотрим как там чё снесли совершенно новые выходы из метро мне кажется здесь просто не было мне кажется это другая вообще ветка то есть вот эта вот ветка которая большое до кольцо 11 линия вода действительно тут даже вот написано а там вот сломанные живые дома пятиэтажки были совсем их сломали наверно что-то новое построить вот проспект вернадского вход новый но даже какая прикольная площадь сегодня я вместе с вами открываю новые для себя в своем районе своих раненках хотел я зайти в парк около метро в общем то уже не получилось давайте поедем дальше зайдем там где должен быть другой вход их жалко дома старые но на самом деле не так жалко они здесь уже были очень давно и очень старые зато здесь такая вот теперь большая территория уложенной современной плиткой надеемся ее перекладывать каждый год не будет давайте едем к входу в парк наш парк имени 50-летия октября странное название не не правда ли а здесь видимо все девочка снимает белочка пришла и ушла белка-белка-белка наш парк имени 50-летия октября один одно из лучших мест вообще в принципе на западе москвы это многие знают ноги приходят сюда гулять отдыхать очень обширная территория тут кстати есть пруд то есть я вас обманул точно тут есть пруд а значит у нас в районе 4 продания 3 вот на этот пруд мы сейчас доедем давайте через центральную площадь вот эту с руками вы наверняка знаете вот эту площадь с руками где такие пальцы торчат он она там впереди вот они эти замечательные руки давайте пройдемся к этим рукам и посмотрим их поближе раньше эти руки были сплошные то есть это уже второй вариант вторая версия рук металлические однако руки зеленая рука центральная площадь парка есть теперь новые скамеечки с косе с качельками раньше их не было хочу съездить к пруду посмотреть как там утки есть пруд у нас где-то там а вот какие теперь качельки когда на самокате загорается значок черепахи это значит он не может ехать больше чем 15 километров в час то есть мы вот этих вот территориях населенных людьми так сказать гуляющими в парках самокат замедляет скорость правильно я считаю в парке есть прокаты велосипедов всяких самокатов в общем все есть и вот такая вот дорожка которую мы спускаемся к пруду она должна быть довольно пологая но посмотрим что из этого выйдет а еще одна белка 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 ну какая маленькая и продюча шустрая белка какой кайф господа в этом парке отъехать я вам честно скажу просто нереальный вот сюда вот по моему к пруду пруд виден еще одна белка и сколько уже тут сколько у вас тут развелось то белка 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 идешь ко мне белка белка нифига ты шустрая белка белка хрустая идешь там кто-то вот семечек насыпал иди там проверь какие то уши без хвостиков без кисточек понятно ну ладно пока вот так вот с белками пообщались белки приходят вне зависимости от того пьете в алкоголе или нет в этом парке а вот собственно говоря пруд вот такой пруд маленький пруд но все таки пруд какой здесь кайф вообще да господа в этом парке купаться запрещено ну что ж я выхожу на большую дорожку велосипедную и погнали собственно говоря сторону дома ближе к дому ближе в наши раменки и будем заканчивать этот парк замечательное место для того чтобы побыть на дне с собой поприсутствовать так сказать в этой жизни если пойдете сюда не берите с собой смартфон возьмите просто книжку бумажную ну или электронную книжку но главное что-нибудь без интернета тогда можно будет кайф испытать потому что люди которые сидят на скамейках и изъявят смартфон в отличие от людей которые вот видите сидят просто читают книжку это большая разница но вот такие вот классные площадки тут вообще нереальные и поэтому здесь и полно детей такие вот прекрасные аллеи тут ухоженные я бы сказал правда многовато асфальта но зато удобно ездить едем дальше ну вот мы приехали к выходу из парка выезду в сторону раменок собственно говоря новых раменок сейчас будем потихонечку выезжать а вот у нас такая прекрасная лесенка деревянные давай 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 самокат в уши итак мы выехали из парка и самокат отключил мало скоростной режим и включил сильно скоростной и сразу погнал сейчас мы проезжаем по району новые раменки собственно говоря улица раменки называется адрес этих всех домов посмотрим какой здесь улица раменки не написано какой эти дома были построены примерно в конце 80 и для нас и тех кто живет здесь давно это как бы новые дома хотя они уже конечно давно не очень даже старые дома относительно тех новых которые строятся вот там вот комплекс небо виден проглядывает здесь у нас достраивают или перестраивают оздоровительный комплекс физкультурно-оздоровительный комплекс типа fog здесь какой-то был у нас маленький вот решили его как бы сделать побольше не знаю чего у них из этого выйдет надеюсь что выйдет хорошо так мы находимся на улице имени район раменки а именно улице раменки вот она тут справа и слева от нее дома там впереди объект нашего интереса а именно д.к. высотник попробуем до него доехать погнали попробуем до него доехать прям даже по проезжей части я всегда всех критикую кто так делает ну тут машин мало и в общем-то их практически совсем нет поэтому думаю ничего страшного мы уехали с проезжей части на тротуар я стану так профессионалом управления самокатом одной рукой на блаты пусть будет круто так еще раз привет всем одноклассникам за моей спиной д.к. высотник известный нам всем кто учился в этом районе я сюда ходил в кружок в авиамодельный и еще какие-то кружки не ходил а еще здесь были дискотеки где нам включать ласковый май моден токен а потом уже и хэви метал очень значимое и знаковое место для всех жителей этого района здесь было несколько разных ресторанов наверху был какой-то бакинский ресторан бакинский дворик теперь тут гена цвали до этого был русский ресторан а вот там внизу слева тоже смену сменилось несколько разных кафе сейчас там очередная чай хана азия а сбоку этого ресторана вот с этого боку был китайский ресторан китайский нативный прям сюда китайцев привозили для того чтобы кормить ну рядом здесь вот такой непредметный торговый центр стоит но он вообще ни о чем вот это вот историческое здание д.к. высотник советское такое здание и так здесь нас господа для важных достопримечательностей нашего района магазин перекресток улица раменки дом 3 и храм андрея рублева храм который является объектом фотографирования в том числе и моим постоянно по вечерам потому что он невероятно красив на его строительство ушло очень много времени он постепенно строился и хоть я как бы не являюсь прям таким верующим человеком не могу не признать что творение достойные но этот магазин здесь не сразу был перекресток здесь сначала в 90-е конце 80-х был какой-то желтый нермак куда мы бегали за колокольчиком потом здесь был какой-то другой нермак ну и потом только здесь стал перекресток который вот теперь довольно такой современный рядом на этой площади еще построили вот этот типа рынок ярмарку внутри которой все очень дорого и очень никто туда не ходит а когда здесь на площади была нормальная ярмарка привозили сюда фермеры свои продукты мы здесь очень часто покупали все очень свежие недорого а теперь это непонятно для кого бегаем дальше в конечную точку нашего маршрута еще немного футаджа храма жаль что солнце светит и он здесь такой весь будет темный но что делать да в нашем районе вот есть еще кстати мфц мои документы он стоит на вот этом вот современном новом проезде светланово раньше здесь не был никакой дороги теперь огромная широкая дорога идет к парку и потом налево за новостройки по таким поверхностям на самокатах не ездите поехать нельзя невозможно просто вообще совсем нереально была ошибка поехать по такой поверхности итак мы в конечной точке нашего маршрута опять вернулись к петру раменки на другую сторону мичуринского надо отметить что здесь есть несколько объектов важных вот это вот болгарский дом болгарский дом был построен болгарами был большой достопримечательности у нас здесь в районе рядом с ним находится торговый центр тя прекрасный торговый центр раньше он был не насыщен никакими ни магазинами ни ресторанами в общем ничем а теперь там внутри как бы все есть и пункты выдачи и внизу есть небольшой рынок и ресторанчики ресторан гуляни очень рекомендую грузинской кухни супер ну есть вот на другой стороне липецкий дом построенный липец строим тоже такой мощный знаменитый большой дом в котором есть отель ломоносов а внизу у него есть прекрасные кофейни кофе крюку да я сейчас и пойду для того чтобы бахнуть кофейку так сказать подкрепить силы закончить свою поездку сожалению не все по моему плану я смог выполнить я не доехал до улицы пырьева и до улицы довженко там где круглый дом думаю что я специально следующий раз до туда доеду чтобы посмотреть и показать вам но надо признать что тот район мосфильмовский он не был районом равенки только 93 году образовался вот это вот полное образование равенки когда объединили наш район равенки и район мосфильмовский стало такое большое муниципальное образование поэтому наверное никогда внутреннее как бы противостояние против того чтобы туда ехать потому что это никогда не считалось нашим районом спасибо что смотрели поставьте лайк если что пишите в комментариях чего я не договорил куда бы еще стоит съездить у нас в равенках что посетить что вы советуете ну а так еще раз спасибо что смотрели пока так вот сколько я проехал 2 часа 41 минута в пути 1212 рублей но нифига себе вот это я дал стране угля все возвращаем батарея еще осталось вот как говорится моя статистика по самокату следующий раз будем ходить пешком заходи в кофейни кофе крюк это у нас самое примечательное место и как бы самое вкусное здрасте можно пожалуйста капучино большой и круассан обычный это а и а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok